Праздники спорта для детей и взрослых вместе за родной двор, родной город переезжают и за воскресенье в субботу. Теперь веселые и полезные для здоровья упражнения от городской администрации будут устраиваться в удобное для всех время. Спортивный праздник вместе за родной двор, родной город состоялся на спортивной площадке школы номер 23. В этом учебном заведении для мурманской детворы организован летний лагерь. Ребята из него и поборолись за звание самого сильного, быстрого и ловкого. Со спортом дети тут на короткой ноге. Занимаются и плаванием, и дзюдо, и футболом. Ну, мне нравится футбол, потому что я по нему профи. В футболе профи? А кем играешь? Нападающим, воротарем? Ну, я и тем, и тем. Мне больше нравится воротарем играть, чем нападающим. Однако на спортивном празднике свое первенство им предстоит отстаивать в эстафетах и силовых упражнениях. Таких, как, например, удержание гантелей. Поучаствовать, к слову, приглашали и взрослых. Первым за гантели взялся депутат Совета депутатов города Мурманск Юрий Лимонов. Эти праздники вместе за родной двор, родной город проводятся еженедельно комитетом по физической культуре и спорту. Мы проводим их на обновленных спортивных площадках города. Вот сегодня мы находимся на территории 23-й школы. И здесь видно, что территория пока требует обновления. И мы, как депутаты, обязательно приложим все свои усилия для того, чтобы эта территория тоже была обновлена. Для детей же главное – веселье, общение и здоровый спортивный азарт. Да и лишний час на свежем воздухе современной молодежи тоже не повредит. Главное – привлечь население к активным выходным. Это спортивно-развлекательные мероприятия должны как-то привлечь и молодежь, и взрослых, жителей близлежащих домов на спортивный лад. Это, конечно, радует, но вот эти выборочные, как там сегодня в 23-й школе, на следующей неделе в другой школе, как-то нужно продумать, чтобы эти мероприятия проводились хотя бы раз в месяц на одной площадке. По окончанию праздника соревнования в каждой дисциплине будет определен рекордсмен двора, который получит приз. Самые лучшие попадут в финал акции, где сойдутся в равном поединке с победителями из других дворов. Чемпионов финального состязания ждут ценные призы, а их имена внесут в Книгу спортивных рекордов Мурманска.